Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день вечера утра». Реальность самоскладывает картину дня. В студии Гульнара Шарипова. Смотрите сегодня в программе. Мы Родине, Родина нам. Я каждый день, видя ребячьи глаза, могу с уверенностью сказать, что наши дети – это достойное будущее. И мы, учителя, прикладываем все усилия для того, чтобы процветал наш город, чтобы процветала наша страна. С праздником всех вас! Днем России! День России в Ульяновске. Дороги, как лето, по графику есть. Мы уже на протяжении полугода живем с этими дорогами и ездим. А у меня получается, что офис на этой улице, поэтому я каждый день мучаюсь. Все, знаете, как колеса живы? Ну, мы научились уже их объезжать аккуратно. Не страдают колеса, страдают, наверное, больше наша психика и нервы. Прогнозы, планы, проблемы. За кого болеть будем? Надо правду сказать? Правда. Мы, конечно, за них болеть-то будем, однозначно. Но шансы, я думаю, вообще прям очень малые. А за кого после России будете болеть? За кого? За Аргентину. Мундиаль приближается. Ульяновск широко отметил один из главных государственных праздников страны – День России. Улицы и площади в Ульяновске и практически каждым районном центре региона оказались буквально запружены веселящимися людьми. И это не преувеличение. Интересные площадки на любой вкус, для любого возраста. Все мы, жители большой многонациональной державы, в этот день в очередной раз задумались, что такое для нас Родина. Педагоги и медики, сотрудники силовых структур и землепашцы, рабочие и ученые, работники культуры и талантливые руководители. Представители различных профессий, одинаково дороги Ульяновской области. Такими людьми славится наша ульяновская земля – Родина талантов. Праздник стартовал на площади у мем-центра. Большая сцена, концертная программа, торжественный вынос и поднятие государственного флага под государственный гимн, обращение губернатора. Это, наверное, то, что роднит официальную часть праздника во всех регионах. День России – лучший день, чтобы выразить свою любовь к отчизне и сказать всем, кто трудится для ее славы и процветания, огромные слова благодарности. Дорогие друзья, дорогие земляки, ваши таланты, интеллект, самотверженный труд, созидательная энергия играют огромную роль в тех успехах, которые достигает сегодня наша страна. И так было всегда. Ставка ульяновской области на все новое, перспективное. Новые технологии, программы развития, производства, подходы к сельскому хозяйству, к кадрам. И даже больше не к кадрам именно, как элементу механизма процветания, а к подрастающим поколениям. Я каждый день, видя ребячьи глаза, могу с уверенностью сказать, что наши дети – это достойное будущее. И мы, учителя, прикладываем все усилия для того, чтобы процветал наш город, чтобы процветала наша страна. С праздником всех вас! С Днем России! На главной сцене 11 учеников Ульяновской области получили первые паспорта и произнесли торжественную клятву гражданина Российской Федерации. Шестеро из них участвовали во всероссийском конкурсе «Мы – граждане России», организаторами которого выступили Российский союз молодежи и Российское движение школьников. Экспертная комиссия выбрала лучших среди ребят, имеющих высокие достижения в учебе, спорте, общественной и творческой деятельности. Я была очень рада получить паспорт от губернатора Ульяновской области. В дальнейшем я буду стараться, чтобы стоять на этой сцене. Я занимаюсь легкой атлетикой, вокалом, поступила в музыкальную школу на гитару, а также я учусь на «Отлично» в школе. Награжден серебряной медалью за вклад в развитие агропромышленного комплекса России. Николай Лаврушин из Сурского района большую часть жизни отдал сельскому хозяйству, знает все нюансы, все перспективы и проблемы отрасли. А главное, не стесняется эти проблемы оглашать и предлагать конструктивное решение сложных вопросов. Я думаю, в этом году, конечно, и мы будем стараться выходить и на губернатора, и на Совет Федерации, и на Госдуму, чтобы не было такой же ценовой политики, как в 2017 году осенью. Мы пережили очень такое сложное время, столько зерна, а зерна произвели на 7 тысяч тонн больше. В итоге в этом году предприятие недополучило существенные суммы, однако руководство не теряет оптимизма. В Чеботаевке при поддержке региональных властей развивается соцсфера, делается все, чтобы дать дорогу в жизнь молодому поколению. Все минувшее лето осваивались миллионы рублей, километры дорог и тонны асфальта. Результаты известны. Гарантийный ремонт, ремонт плановый, реакция на общественные запросы. Все это отрабатывается уже сегодня, но под немилостивой и совсем не летней погодой. Когда прогнозы не совпадают с реальностью, а планы с действительностью. Как разобраться, что из виденного на улице результат непростых обстоятельств, а что банальной халатности. Какие работы ведутся на ульяновских дорогах сегодня. И главное, когда наконец все это закончится ровным и прочным слоем асфальта. О происходящем на дорогах и с дорогами сегодня расскажет Павел Половов. Только в конце первой декады июня дорожники приступили к укладке верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона на улице Карла Маркса. На подъезде к Императорскому мосту и Дмитровградском шоссе завершено устройство выравнивающего слоя. Если следить за ремонтом городских улиц по официальным сайтам, то проблем в Ульяновске с асфальтом нет. Но если спросить у прохожих... Долго терпели, но вот этот участок заделали же недавно, а дальше оставили почему-то. Очень неудобно. Не знаю, куда власти у нас смотрят. Городские чиновники смотрят на бумажные отчеты и словно надеются, что победителей судить не будут. Однако в отдельно взятом случае победители те, кто взял на себя обязательства и выполнил их. Претензии к тем, кто не доделал свой фронт работ. Началось строительство пренатального центра, так всю дорогу перекопали до сих пор. Не привели в порядок. Комментировать на камеру дорожно-ремонтную ситуацию на Радищево в городской администрации отказываются. Неофициально сообщают. На эти работы просто нет денег. Автомобилисты и пешеходы объединены общей идеей. Дальше так делать уже нельзя. Мы уже на протяжении полугода живем с этими дорогами и ездим. А у меня получается, что офис на этой улице, поэтому я каждый день мучаюсь. Скажите, как колеса живы? Ну, мы научились уже их объезжать аккуратно. Не страдают колеса, страдают, наверное, больше нашей психикой и нервы. Городские дорожники работают. Примеры тому улица Карла Маркса, подъезды к Императорскому и Президентскому мостам. Работают ночью, работают столько, сколько есть денег в бюджете, попутно вскрывая проблемы времен СССР. Сложности по многим участкам возникают, потому что, к сожалению, проекты приходится по месту переделывать. Очень много возникает, скажем, неувязок. В частности, по проспекту Гая, когда планировали, планировали уширить дорогу. А когда вскрытие начали делать, там получалась напорная канализация на глубине 30-40 см. А на нагрузку, конечно, дорогу уже не выдержит. Пришлось менять проект, переделываясь под тротуар, поэтому переделывали. Ну, такие вопросы возникают. С переносом остановочных, заездных карманов тоже возникает много вопросов. Коммуникация не все, планшетка указана. Все переделки – дополнительные затраты денег, которых и так не хватает на насущное. Однако, почему-то вопрос, о чем же думали раньше, когда создавали проект, чиновники считают мавитоном. Тем не менее, время ценят дорого. Лето – основной сезон дорожных работ, поэтому проволочки не интересны никому. Ни водителям, ни пешеходам, ни дорожникам. Павел Половов, Иван Демидов, репортер 73. Профессия «Помогать». В конце минувшей недели профессиональный праздник отмечали сотрудники соцзащиты, социальные работники. Профессия с многовековой историей, представители которой, благодаря своей чуткости и гуманности, помогали всем, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Люди, связавшие жизнь с помощью ближнему, сегодня фактически выполняют задачу государственной важности. До сих пор одним из самых актуальных и тревожных на перспективу вопросов в России остается демографическая проблема. Страна просто не может позволить себе балансировать на краю пропасти, заданной среди прочих причин безграмотной политики в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. Задачи нацполитики на региональном уровне помогают исполнить различные программы. «Вестилетие доброты» – акция «Ради патриота в День России». За несколько лет в Ульяновской области удалось увеличить число многодетных семей. Немало делается для помощи инвалидам, ветеранам, малообеспеченным гражданам. Сегодня наша основная задача, как раз вот исходя из указа президента, который сегодня определил основные стратегические направления для в целом страны, выделить отдельное направление – направление демографии. Кроме того, один из аспектов, которым мы также будем продолжать уделять внимание – это благотворительность. Лучший из лучших, достойнейший из достойных. По итогам регионального конкурса профессионального мастерства 20 специалистов получили награду. Екатерина Силантьева стала лидером в номинацию «Лучший социальный педагог» с проектом «Сказку сделаем из глины». Без души, конечно, в конкурсе тяжело участвовать. Душа, нужна сама творчество, то есть нужно творчески подойти. Это большой будет плюс. Ну и коммуникабельность, общение с детьми. Без этого никуда. 8 июня 1701 года Петр I подписал указ, согласно которому каждый нуждающийся в помощи, немощный, больной, раненый, получал ее от обученного человека. Сегодня дело работников Богоделин все так же актуально. Помощь требуется подчас каждому. Реабилитация или социализация, поддержка и уход. Гуманность и умение сопереживать вкупе с прикладными знаниями, право, социология, медицина. При работе с детьми еще и педагогика. Самое широкое поле деятельности – безграничное число направлений работы. Особые слова благодарности, конечно, нашим ветеранам, социальным работникам. Именно мы, уважаемые дорогие ветераны, на своих плечах вынесли тяжелые в социальном плане, прежде всего, 90-е годы. И для многих семей, и для многих граждан вы, социальные работники, становились просто ангелами-хранителями. Благодарное отношение к опыту старших товарищей, опыт наставничества, зарекомендовавший себя в разных сферах жизни региона, пригодится и здесь. Особое внимание уделят развитию социальных служб в отдаленных районах, где помощь также необходима, как и в крупных населенных пунктах. Каждая семья сможет получить поддержку специалиста, качественную профессиональную помощь в рамках всех региональных проектов и независимо от удаленности от областного центра. Ульяновская область – привлекательный регион для стартапов. Высокую оценку инвест-привлекательности нашей губернии дала генеральный директор «Сколково форум» Екатерина Иноземцева. Она же отдельно отметила приоритетный проект Ульяновской области – Технокампус 2.0. Этот инновационный кластер создает уникальные экономические условия для высокотехнологичных компаний и способствует повышению инновационного потенциала региона. И далее коротко о других событиях в жизни Ульяновской области. Ульяновскому речному порту уже второй сухогруз принял на борт около 6 тысяч тонн зерна, выращенного нашими аграриями. Продукция после досмотра специалистами Россельхознадзора и отбора проб по ГОСТу отгружается заказчикам в Астрахань и Санкт-Петербург, в Иран и Азербайджан. Кроме того, представители надзорного ведомства помогают сельхозтоваропроизводителям в оформлении документов при отгрузке зерна за пределы губернии и России. Для этого разработан и установлен график дежурств специалистов по выдаче фитосанитарных документов как в выходные, так и в праздничные дни. Эксперты отмечают, что увеличение поставок на экспорт отечественного зерна является одной из важнейших задач на сегодняшний день. Результаты ЕГЭ можно найти на портале Госуслуг, который позволяет учащимся выпускных классов из личного кабинета узнать предварительные итоги госэкзамена и понять, где они допустили ошибки, а также при возникновении возражений подумать над необходимостью подачи заявления о проведении дополнительной проверки. В онлайн-заявке нужно будет указать фамилию, имя, отчество, данные паспорта или код регистрации ЕГЭ и регион. Таким образом, можно получить как общую информацию по всем экзаменам, так и более подробную по каждому из них. Итак, портал Госуслуги, раздел «Образование». С 8 по 10 июня в Ульяновске проводился чемпионат России по стрельбе из лука и соревнования по стрельбе из арбалета. Более 400 лучших стрелков из 36 регионов нашей страны оспаривали высокие награды. Среди них десятикратный чемпион мира по стрельбе из арбалета Назар Лугунец и три призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Мы проводим чемпионат России в Ульяновске первый раз. Я должен отметить, что организация была на высоком уровне, провели достойно. На вопрос о сложностях проведения нынешних соревнований Владимир Ешаев ответил, что так как Симбирск является городом семи ветров, то погода ветреная, а местами и дождливая, в полной мере испытала как самих участников и их тренеров, так и зрителей. Мегаферма. Больше двух тысяч коров. Свыше пяти тысяч – общее поголовье. Недавно крупное фермерское хозяйство в Чердоклинском районе пополнилось четырьмя сотнями голландских нетелей. Предприятие за историю своего существования показало отличный результат, став еще одним подтверждением правильности взятого курса на привлечение инвестиций. Продукция мегафермы реализуется на территории региона, что способствует импортозамещению. А студенты аграрии имеют возможность пройти практику недалеко от Альма-Матер. 2007 год. Инвестиционный проект, давший начало строительству будущей мегафермы. За три года хозяйство Акреплое разрослось. Сюда каждые два года прибывает крупный рогатый скот по европейским контрактам. В этом году в хозяйстве снова прирост. 400 коров галштинской породы. Данное поголовье нетелей приобретено через Росагролизинг. Составляются контракты с представителями европейских предприятий, которые занимаются реализацией скота. Знакомство с перспективной породой коров на ее исторической родине. Представители фермы выбирали и оценивали своих подшефных еще до заключения контракта. Сама история голландского животноводства послужила гарантией будущих деловых отношений. Качество, которыми обладают голландские коровы, превосходит характеристики их соплеменец из хозяйства в иных странах. Продуктивность одной голландки не менее 8 тысяч литров молока в год. Сегодня животноводческий комплекс выходит на свою проектную мощность. Стараемся каждый год обновлять поголовье, улучшать генетический фон здесь, улучшать качество поголовья скота. В дальнейшем, согласно нашего институционного плана, у нас здесь планируется довести объем производства молока не менее 35 тонн. Современное оборудование. 5 помещений на 1200 животных каждое. Крупнейший в Европе доильный зал полностью автоматизированный. Номер каждой коровы внесен в базу данных. Молодняк содержится отдельно, индивидуально. Все телята также посчитаны и учтены. При попадании коровы доильный зал номер рассчитывается и автоматически номер высвечивается в системе Альпро. Это так называемая база данных по нашей мегаферме. А племучет ведется программой Селикс, это тоже техническая программа. Предпочтение голландским коровам здесь отдали не случайно. Голштинская порода считается молочной, а обеспечение населения молоком внутреннего производства – одна из стратегических задач региона и страны в целом. Сегодняшний результат можно назвать успешным. Продукция отвечает стандартам качества и ценится на рынке. 11 июня православные верующие отметили День памяти одного из наиболее почитаемых современных святых – святителя Луки, воина Есенецкого. Гениальный хирург, на работах которого до сих пор учатся медики, принял монашество и стал архиепископом симферопольским и крымским. При этом он был удостоен сталинской премии. Сейчас по всей стране открываются храмы святителя Луки, и один из них совсем недавно начал работать в селе Киселевка Барышской епархии. Храм, который ныне носит имя святителя Луки Крымского, был построен 118 лет назад. В годы лихолетий церковь закрыли, а в разные времена в ней размещались зернохранилища, различные склады, а потом танцплощадка. Когда же здание признали аварийным, его передали церкви. Четыре года назад началась реконструкция. Результат налицо. У киселевцев, которые всячески помогают настоятелю и романаху Даниилу, снова есть свой храм. Люди как-то радостнее стали. И мало ходят, но все-таки ходят. Не отказываются, нет чего. Что-нибудь попросишь, вот мы ходим, отпросим. Хоть в чем не отказывают. И в ремонте, в чего ли, в воскресеньке. Все, они нам помогают. Со старой колокольни звонят новые колокола. На престольный праздник в Киселевку в очередной раз приехал епископ Барышский и Инзинский Филарет, который четыре года назад благословил начать восстановление храма во имя святителя Луки Крымского. Главное святыня этого храма – икона святителя Луки Крымского с честицей его мощей. При своей земной жизни он перенес много лишений за веру, был репрессирован и получил 11 лет ссылок. А в 1946 году был неожиданно удостоен сталинской премии. Свою врачебную деятельность Валентин Война-Ясенецкий совмещал со служением Бога. Современники говорили, что его рукой оперирует сам Господь. Врач умер в 1961, а 18 лет назад Русская Православная Церковь причислила его к лику святых. Из-за небеса Божия, и весть, и по сети виноград всей... После молебна епископ Барыжский и Инзинский Филарет окропил собравшуюся святой водой. Людей в этот день в храме было достаточно много, учитывая, что в Киселевке сейчас проживает всего около 130 человек. Затем владыка обратился к верующим. Бог, милующий и видящий наше устремление, всегда подает свою благодать. Поэтому будем молиться святитель в руке, он врач. Будем молиться, чтобы он исцелил нашу плоть, ну и почти все душу. Мы ждем, что действительно придет в скором времени и полное восстановление этого храма, и преображение, самое главное, душ человеческих. Самое главное, чтобы наши сердца, чтобы наши души изменились. Самое главное, чтобы в нас воссиял свет Христос. Восстановление храма в Киселевке продолжается. После того, как наладилось внутреннее убранство церкви, необходимо привести в порядок внешний вид. И начали с самого сложного, с укрепления фундамента. Три спектакля и девять представлений. Ульяновский театр «Кукол» представил свой репертуар в Санкт-Петербурге. Поездка в культурную столицу страны стала возможна благодаря участию в федеральной программе «Большие гастроли». Проект существует на протяжении пяти лет и направлен на расширение творческого сотрудничества и привлечение новой зрительской аудитории. В 2017-м появилось направление для детей и молодежи. В этом году в программе участие приняли труппы 103 театров из 76 регионов. Ульяновские актеры в их числе впервые. С большими гастролями ульяновские зрители и сотрудники театра «Кукол» познакомились в прошлом году. В городе гостили актеры Московского детского театра «Тени». В этом руководство ульяновской труппы рискнуло подать заявку на участие во всероссийском проекте. Из нескольких городов федеральный центр одобрил для выступления площадку Питерского театра «Карлсон Хаус». На суд публики представили две премьерные постановки 2017 года «Петя и Волк» и «Дюймовочка», а также мистическую историю, объездившую всю страну в волшебный колорец. Все три спектакля были поставлены петербургскими режиссерами, они пришли на репетиции, поработали с ребятами, потому что мы работали в пространстве, которое, в общем, отличается технически от нашего. То есть там нет традиционного зрительного зала с амфитеатром, там нет кулис, там нет сцены. То есть все происходит на расстоянии вытянутой руки, и приходилось и ребятам-актерам перестраиваться, и техникам. Ну, в общем, мне кажется, что мы выглядели достойно, у нас были полные залы. Искушенная питерская публика с волшебным колодцем знакома. Отзывы от зрителей, посмотревших спектакль в прошлом году, были так хороши, что принимающая сторона попросила привести постановку еще раз. «Дюймовочка» и рассказ о приключениях Пети вызвали у юных питерцев далеко не такие эмоции, что у их ульяновских сверстников. Например, Петя и Волка зрители никогда не смотрели так весело, так и хача. Но мы это списываем на то, что здесь вот уточка, прям вот она прошла перед носом у ребенка, он ее погладил. Как-то было совершенно другое восприятие спектакля. Гастрольный тур ульяновского театра «Кукол» продолжится в сентябре. На первый месяц осени запланировано участие в трех фестивалях. Волшебный колодец поедет в Пензу на международный смотр «Улитка». На ведущем театральном фестивале «Петрушка Великий» представят «Мунггаузеншоу». Спектакль «Зачарованный вепрь» повезут на показ «Вятка. Город детства». Фестивальному марафону будет предшествовать еще одно важное событие. Гостями ульяновской сцены станут актеры Владимирского театра «Кукол», подготовившие для ульяновской публики три постановки. Гульнара Шарипова, Александр Кудряшов, репортер 73. Остается всего один день до самого ожидаемого мирового состязания. Дух этого большого спортивного праздника можно почувствовать везде. Города готовы, болельщики в ожидании. Мы задали жителям Ульяновска главный вопрос о предстоящем состязании. Каковы шансы нашей сборной на чемпионате мира 2018? И получили честные ответы, как и всегда, в традиционной рубрике «Глаз народа». Как вы оцениваете шансы нашей сборной на чемпионате мира по футболу? Серьезно, надо правду сказать. Это правда? Мы, конечно, за них болеть-то будем однозначно, но шансы, я думаю, вообще прям очень малые. А за кого после России будете болеть? За кого? За Аргентину? Никаких. И футболиста тоже не очень люблю. Потому что если смотреть в плане деятельности, что они делают для нашей страны, какой-нибудь врач, он спасает жизни. Там пожарный тоже, у них там 15-20 тысяч рублей. А футболист, который толком ничего не делает, к сожалению, получает слишком большие деньги. Ну, не на все, 100%, конечно. Но думаю, не выиграют. Группы выйдут? Ну, не знаю. Что-то с трудом верится. Выиграли бы 14-го числа эти хотя бы, с кем они играют там. Так вот, не знаю. Вряд ли. Ну, низкие. Я вообще не любитель футбола, у меня безразличный. Очень высоко. Третье место. А почему такой вывод? По их игре. Нашей сборной? Просто я давно очень не интересуюсь. Вот, но я всегда болею за наших. А смотреть будете? Думаю, да. Просто я из Самары сам. Вот я хочу приехать туда и сходить на один какой-нибудь матч. Я оптимист и хочется верить, что наша сборная переплюнет себя. Я думаю, что из группы выйдут. Я иностранец. У меня российская сборная, не наша сборная. А какая? Украинская. Болеть будете с кого? Ну, наши не вышли в финал. Будут за немцев болеть. Почему? Потому что я связан с Германией и работаю в немецкой компании. У меня много коллег и друзей из Германии. Думаем, что будет победа за нами. Такая организация, такой прием гостеприимный со всех, как говорится, стран. Поэтому думаем только на победу. Читайте в новом выпуске аргументов и фактов Ульяновский. Главное, как Ульяновский модернизирует уличное освещение. Реакция горожан на горящие днем фонари. Общий объем небюджетных инвестиций в систему уличного освещения с 2015 года превысил 230 миллионов рублей. Кто эти инвесторы и зачем они это делают? Экономия по плате за потребленную электроэнергию от замены светильников на энергоэффективные за 2016-2017 годы уже составила свыше 80 миллионов рублей. С событий недели определился круг лиц, которые от партии власти пойдут в областное ЗАГС собрание. Среди претендентов депутаты СТАИРы и абсолютно никому неизвестные люди, среди которых несколько симпатичных вчерашних студентов. С помощью экспертов вспоминаем, кто и что из выходящих депутатов обещал и что реально сделал. Зачем идут в политику новички, особенно от бизнеса. Гость номера Владимир Савелов и его портрет в антикварном интерьере. 40 лет назад приехал работать на Авиастар и увлекся реставрацией старинных вещей. Что могут рассказать антикварные и советские часы, монеты и марки? Можно ли в Ульяновске хобби превратить в бизнес и удается ли им жить на пенсию? В рубрике «Открытая трибуна» ветеран труда из Дмитровграда Станислав Тумилович. Лед тронулся, площади переименовали, вернуть бы еще прежние названия городу Симбирск. А архитектор Олег Владимиров, как вам нравится колокольня вплотную к Версалю. В рубрике «Ваше здоровье» ответы на вопросы. Кого мучают по ночам судороги и что делать, чтобы не беспокоили? Может ли прививка спровоцировать у ребенка аутизм и чем наши вакцины хуже импортных? И по традиции, на страницах аргументов и фактов, программа передачи телеканала «Репортер 73». Ульяновский парк динозавров приглашает в удивительное путешествие в таинственный мир динозавров. Сотни миллионов лет назад они были хозяевами Земли. И вот сейчас они здесь, огромные и живые, ждут вас в Парке Победы. И в завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортера 73». Сделайте новости вместе с нами. Звоните 304173. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова